Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить бесконечное лето. У нас снова, собственно, день заканчивается на том, что герой засыпает и должен начаться третий день. Поехали, посмотрим, что там будет. Ночь оставила после себя тревогу, и я проснулся разбитым, физически истощенным, морально. Со мной такое постоянно. Во сне видишь невозможно яркие сцены, как будто попал в голливудский блокбастер с лихо закрученным сюжетом, высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами. А на утро не помнишь, оттуда и кадры. Вот и сейчас я пыталась восстановить картины, которые показывал мне отдыхающий мозг, но эта часть памяти была пуста, то ли заархивирована, то ли вообще отформатирована. Часы показывали 7 утра. Но как бы в комнате ничего так и не меняется, то есть бюстгальтер все еще висит, носок у подушки, то есть Ольга Дмитриевна, это же ведь, наверное, ее место, это нашего героя, ну просто исходя из-за обуви, не знаю, сложно как-то это все оценить, потому что у нее как минимум все, ну как минимум здесь бюстгальтер, да, и сумочка висит. Ну, и она еще ругалась на нас за то, что мы как бы застукали ее случайно, но она как бы, ей все нормально, у нее все в порядке. Что-то сегодня я рано. Ольга Дмитриевна еще спала, плотно укутавшись в одеяло. И как можно летом в такую жару? Не встал, потянулся, подошел к зеркалу и оглядел в себя. Надо побреться. Странное решение, раньше хватало и парой раз в месяц, а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело. Однако бритву я так и не нашел. Хотя зачем? Сейчас я выгляжу от силы лет на 17. Ладно, завтрак не раньше 9, а это значит, что еще полно времени, которое можно потратить, например, на утренний эмоцион и гигиенические процедуры. В этот раз вода не показалась такой леденящей и обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придавала мне бодрости и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Сегодня зубной порошок не оказался таким уж инохронизмом и у меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик вожатой, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Доброе утро, Семен! Доброе. Под недосыпай еще немного гудела голова и путались мысли, но я не жалела, что все-таки вылез из кровати, а не остался, как обычно, даже сыпать в дежурные пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я... Да я сам. Ничего страшного. Когда на завтрак пойду? Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас еще линейка, не забывай. Забудешь тут. А что сегодня на линейке этой будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно наплевать, чем наша доблестная вожатая собирается занять наш бравый пионер-отряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке? Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то с живота разболелся. Мне бы... Ну, вы понимаете. Думаю, ничего страшного, если я разок пропущу. А то будет неприятно, если я прямо там. И откуда во мне столько смелости? У тебя есть еще минут пять. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территорий, сортировка книг в библиотеке, еще кое-что. А вечером танцы. Смотри у меня. Что вы обязательно сегодня поучаствовали в жизни лагеря? Все непременно. Конечно, конечно, а сейчас мне бы... Иди уж. Я вышла с домика, обошел его, спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдет. По правде говоря, у меня не было особых причин себя так вести. Блин, это такая типичная... Типичная отмазка. Но она, правда, всегда сработает. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Когда вожатая ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак, участвовать в общественной деятельности сегодня я не планирую. Уборка, книги, библиотеки – это совсем не то, чем должен заниматься человек в моем положении. Однако уже прошло два дня, а я ни на йоту не приблизился к разгадке. Все местные обитатели казались... В целом, совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудничали с инопланетянами и вряд ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждый, а скорее даже каждая, из них не без странности, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире, я бы даже не подумала, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждения выглядела весьма логичной, нелогичным в нем было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я об этом уже слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда больше, живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Ладно. Но это ситуация с их точки зрения. Мне же не знаком не только мир лагеря совенок, но и его обитатели. Пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как по идее должны. Сейчас необходимо решить один вопрос. Имеют ли здесь люди какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? И найду ли я ответы у них? Или, может быть, да истинно мне придется докапываться другим путем? Похоже, я несколько переборщил. Со временем обычной толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. Да и внутри было немноголюдно. Наверное, большинство детей позавтракало еще до девяти часов. И хорошо. Меньше народу, больше кислороду. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное, отдаленно напоминающее кашу. Позавтракать с ней – отличная идея. Тихо, спокойно, и можно о чем-нибудь поговорить. Я единственное не понимаю, почему нельзя, раз столовая почти пустая, почему нельзя сесть на пустое место? Блин, хватит докапываться от девочки. Она сидит одна, читает одна коньяку, она одна ходит вести, она не хочет ни с кем общаться. Ну отвали ты от нее. Ну отвали. Ну не хочешь отваливать, давай я привалю. Ну кому он? Ну или хотя бы попытаться. Я уже было направился в ее сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Бери завтрак и садись. Есть разговор. Чего стоишь? Я несколько растерялся. Извини, но не слишком ли это резко? А что такого-то? Бери завтрак и садись. Похоже, для нее такое поведение совершенно нормально. Ну, как бы, нас она остановила, надо ей что-то срочное со мной обсудить. С Леной мы не договаривались. С Леной мы не договаривались ни о чем. Это будет вранье. И в целом, возможно, Лене будет не очень приятно. А может быть, будет очень приятно. Я не знаю. Но говорить в столовой при всех, что я с Леной о чем-то договорился, это палево, что тогда будто бы я влюбился в Лену. Окей? Тогда окей. Подожди минутку. Сам не знаю почему, но я согласился. Вдруг получится узнать что-то новое. Все-таки она книжный червь. Через минуту я уже сидела напротив Жени. А передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд. Каша овсяная, два яйца вареных, хлеб белый, четыре куска, соседская вареная, одна штука, капот из непонятного набора фруктов и ягод на один стакан. Приятного аппетита. Спасибо. Я решил быть вежливым, а также постараться есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Так о чем ты хотела поговорить? Сегодня у нас в библиотеке. Дальше я не слушал. Мне сразу вспомнились слова Ольги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях. Мне не нравится, как им лица делают. Здесь просто, ну, что-то, вот, что-то не то, вот, знаете, вот, ну, какой-то вот прям не очень, художник, видимо, был такой. Не знаю, мне не нравится модель, как нарисованы. Не забудь. Ага, чего? Говорю же, не забудь после обеда прийти в библиотеку. Зачем? Ты меня вообще слушал? Нет. Честно признался я. Женя сначала покраснела, потом, кажется, позеленела, а потом ее лицо приобрело нежно-фиолетовый оттенок. Сегодня, после обеда, в библиотеку. Понял, хунта проклятая. Хунта? Это еще что за матерное слово такое неведомое? Хотя пионер же не ругается, как я мог забыть? Ах, да, конечно, извини, обязательно приду. Естественно, никуда я идти не собирался, но чтобы разговорить с человеком, неплохо сначала пойти на уступки. Слушай, какой сейчас год, что ты совсем со счета сбился? Я решила играть в открытую. Она недоуменно посмотрела на меня и ответила, совсем что ли крыша поехала? Признаться, последние несколько дней есть такое подозрение. Женя ничего не ответила. Так год какой? Я мило улыбнулся. Слушай, можете в медпункт сходить? А там мне подскажут, какой год? И не только это подскажут. Женя встала и направилась к выходу. Подожди, ты же не доела. Блин, они вот прямо выйдет все его вопросы. Камон, почему они не отвечают ничего ему? Прям, не знаю, что, что происходит. Она, похоже, даже не собиралась оборачиваться. Я дожевывала сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, у них есть здесь интернет? Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам с собой, покосился на меня и в ответ улыбнулся ему и помахал ему рукой. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не доев завтрак. Средой покончено. Самое время отправиться на поиски загадок. И этот тоже свинтил. То есть, блин, такое ощущение, что здесь есть несколько определенных количеств персонажей, с кем я могу взаимодействовать. Если я пытаюсь с кем-то еще взаимодействовать, то те лица, они начинают как-то еще сильнее свинчивать. То есть, такая массовка, которая разбегается в случае чего. Ну, в целом, как и основные персонажи. Странная фигня какая-то. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась не весьма доброжелательной, лучше держаться от нее подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Не, ну медсестра, я бы к ней зашла, она милая. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот просто так взять и зайти в медпункт. Тем более, нет никакого повода, даже самого малюсенького. Погруженный в своей мысли, я не заметила медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришел. Да нет, я гулял просто. Понятно, вся с тобой прогульщик. Но раз уж пришел, у меня для тебя есть ответственное поручение. Я вопросительно посмотрела на нее. От слова поручения мне стало не по себе, слишком уж добровольно, принудительно она прозвучала. Медсестра я хитно улыбалась. Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли. Мы? Кто мы? Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной? Хотя куда уж вежливее. Привет, Лена. Из-за спины медсестры выглянула Лена. Странно, что я ее не заметила. После ужина приходите сюда. Я Лене все объяснила, она тебе потом расскажет. Лекарства, значит, привезли сегодня? Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет еще несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, с утра из райцентра. А что? Нет, ничего, просто... Вот и славно, пионер. Значит, вечером, после ужина, сразу сюда. А может быть, я... сказала Лена. Все это время я совсем не замечал Лену. Действительно, ее навыкам маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец. Я и одна могла бы справиться. Там много, несколько коробок. Ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так, пионер. Боже мой, она покраснела. Я не могу милашками, сестра. Мне нравится. Это пока единственная девушка, которая мне здесь нравится. Извините. Она взглянула на меня и как-то неподобрым улыбнулась. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось, тем более, есть дела и поважнее. Но и отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Лена, и я бы что-нибудь придумала обязательно. Да хорош врать. Ольга Дмитриевна, во-первых, тебя ничего не попросила вечером. Но она сказала... А, она сказала танцы, да? Она сказала танцы. Да ну нафиг, кому нужны танцы. Хорошо, я приду. Вот и славно. Так и должен отвечать настоящий пионер. Даже после этих ее слов я вряд ли бы стал больше соответствовать лозунгу «Будь готов, всегда готов». «Тогда можете идти». Я перевез взгляд на Лену, которая все так же смотрела себе под ноги. Наверное, за все время, что она разглядывает землю, можно неплохо изучить жизнь и повадки различных насекомых. Прибавшись к этому, Лена любит читать и наверняка прочитала много книг в биологии, и ботаники и так далее. Может, она хочет стать энтомологом? А куда ты дальше? Слова Лена отвлекли меня от этих непонятных мыслей. Блин, она меня начала о чем-то спрашивать. Может, давно просто стояли на площади, а мои размышления о жизни жуков всего лишь повод отвлечься от неловкой ситуации. Впрочем, что здесь неловкого? Только ты не забудь, хорошо? Не забудь чего? Ну, как же, вечером, после ужина, медпункт. На ее лице промелькнуло тень недовольства. Да нет, не может такого быть. Конечно, конечно, сразу после ужина я весь в твоем распоряжении. Я спохватился, но было уже поздно. После этих слов Лена еще больше покраснела. Надо было как-то разрядить создавшуюся напряжение. А почему медсестра именно тебя попросила? Не знаю. Я просто сидела на лавочке, читала книжку, она подошла и... как умно с ее стороны обратиться к человеку, который точно не откажет. Ясно. Ладно, тогда после ужина. Хорошо. Я пойду тогда? Да, конечно. Она направилась куда-то в сторону кружков, а я еще некоторое время просто стояла на площади. И что дальше? Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда меня еще сегодня занесет, это время знать нужно всегда. Хотя не проще ли завести часы? В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. И я прислушался. Похоже на электрогитару. Может, это Мику? Или Алиса? Три повторяющихся аккорда, не более того. Однако эта мелодия как осталась какой-то теплой, словно пропущенной через ламповый усилитель. Хотя откуда тут такая роскошь? Звуки доносились, очевидно, со стороны сцены. Интересно, кто бы это мог быть? Давайте посмотрим. Выйдя к концертной площадке, я увидел на сцене Алису. Алису? Девочка вся отдавалась музыке, глаза закрыты, одну ногу она поставила на колонку и всем телом покачивалась в такт. Прикольно. Здесь играют музыку, а не какие-нибудь, я не знаю, марши. Мелодии я узнать не смог, хотя я был точно уверен, что слышала ее раньше. Что-то из советского рока, наверное. На скидку я бы, конечно, смог перечислить с десяток названий группы этого жанра, но в их творчестве разбирался плохо. Но слух песни оказалась на удивление простой, буквально три аккорда. Возможно, даже я, немного потренировавшись, смог бы ее сыграть. И так, знаете, тут он прям прям очень плотно подошел к ней, к сцене. Интересно, где Алиса научилась играть? В советское время подобная музыка не пользовалась всенародным уважением. Будущая рок-звезда меня не замечала. Она словно пыталась слиться с музыкой стать с каждой нотой, каждым квадратом, каждой триолью. Сразу вспомнились рок-герои восьмидесятых, многие из них также сильно отдавались музыке. Одень ее вместо пионерской формы во что-нибудь более подходящее веянием тогдашней эпохи никто и не заметит подмены. Наступление подходило к концу. Взяв несколько последних аккордов, Алиса наконец посмотрела в мою сторону. Понравилось? Кажется, она совсем не удивилась мне. Да, весьма неплохо. Как будто можешь лучше. Алиса хитро улыбнулась. Я не говорю, что могу лучше. Я в музыке не спец. Кто бы сомневался. Такие дела. Я не знала, о чем с ней говорить дальше и уже собирался уходить. Ну, подожди. Что? Блин, она покраснела. Стала милой. Слышал про вечернюю дискотеку? Я думала, что это просто танцы. Дискотека, танцы, какая разница? Она нахмурилась. Я слышал. А что? Собираешься идти? Бросив эти слова, она отвернулась. Я пока не решила. Ты? Что там делать-то? Смотреть на толпу дебилов? Может, в словах Алиса и была доля правды, но такое наигранное пренебрежение меня удивило. Ясно, что ей не нравится ни дискотека, как таковая. А почему? Что, почему? Ну, почему ты не хочешь идти? Дискотека, это же весело. Ты так считаешь? В ее голосе промелькнуло раздражение. Не знаю. Но я думала, что для тебя никогда их не любила. Перебила она меня. Совершенно там нечего делать. Ясно. И чем планируешь заняться тогда? Спросил я лишь для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песня, придурок. Ты же слышала? Алиса совсем вышла из себя, так что еще пара неудачных вопросов и пришлось бы спасаться бегством. А чья это песня? Моя. Сама придумала? Сама. Круто. В воздухе повисло неловкое молчание. Ладно, тогда... Не хочешь послушать? Я, кажется, уже слышала. Я не про это. Она надула губы. Целиком. Это же только пробная репетиция. А, ну давай, играй. Сейчас не хочу. Тогда не играй. Я уже не знала, чего от меня она добивается. Значит, не хочешь? Похоже, я ее расстроил. После такого логично было бы ожидать удара гитарой в лоб или еще чего похуже. Ну, Алиса всего лишь делала обиженное лицо. Я же говорю, хочу. Тогда приходи сюда вечером, я для тебя сыграю. Для тебя? Ауа! Понятно, 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 понятно. Мне сейчас надо выбирать между Ольгой Дмитриевной, которая меня хочет просто на танцы, между Леной, которая будет у меня в... в... ну, разбирать лекарства с ней, между Женей, которая попросила прийти в библиотеку, между Алисой, которая хочет, чтобы я пришла на репетицию вечером. что-то идет не так, что-то идет не так. Я не хочу выбирать. Пускай они сами ко мне приходят в домик, а то уже совсем обалдели. Как трогательно. Вечером же танцы. Ты же сказала, что не пойдешь. Я такого не говорил. Хотя, признаться, внести мне действительно не хотелось, на бескрайне веской причины, с 2Ч лучше не связываться. Ольга Дмитриевна не поймет. Да плевать на нее, сказала Алиса в сердцах. Я сейчас всем наобещаю, а потом в итоге никуда не приду. Останусь, блин, дома. Вот это будет вообще офигенно. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я сейчас... Давайте так. Давайте так. Я всем наобещаю, что приду, а потом разберемся с этим. Ладно, я приду. Я решила, что между позором на танцах и бешенными умениями 2Ч на гитаре лучше выбрать второе. Вот и отлично. Она как-то странно улыбнулась. От мысли о правильности этого решения меня отвлекла музыка, призывающая пионеров на обед. Я посмотрела в сторону в столовой. Пожалуй, уже действительно пора. Голод не тетка. Меня, блин, смущает. С момента завтрака и вот сейчас обед уже прошло немного времени на самом деле. То есть, мы всего лишь пообщались, постояли, потупили там на площади, послушали, как Алиса играет, поговорили с, как ее зовут, виолой, и все. Все. Куда время прошло? Обернувшись в сторону сцены, я бы хотел позвать Алису с собой, но она как сквозь землю провалилась. Знать, когда вовремя уйти, должен любой музыкант. Проболчал я себе под нос. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! Дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую. А я и так хотелось знать место, где бы никто не беспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно поесть. А для этого надо прийти хотя бы не последним. Но, похоже, события происходят здесь вне зависимости от моих желаний. Столовая была битком, на входе как почетный караул у вечного огня стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец. То ли еще будет. Да уж. Ладно, садись к девочкам. Она показала на столик рядом с колонной. За ним уже сидели Славя, Ульяна и Лена. А можно меня, пожалуйста, подальше от Ульяны? Вот-вот кто-кто мне здесь вообще не нравится. Пожалуйста. Вот просто. Вот я не хочу с Ульяной рядом сидеть. Вот вообще. Ладно, у меня нет выбора. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражайтесь, я присяду. Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно было больше некуда. Славя. Да, конечно. Ульяна. Будь любезен. Лена промолчала. Сегодня обед состоял из борща, возможно, даже с мясом. Этого установить доподлинно не удалось. Мясо птицы, по всей видимости, курица обыкновенной, с картошкой жареной и традиционного компота. С каждым разом еда здесь нравилась мне все больше. Да ты, блин, интегрируешься уже в это все. Камон, у тебя даже время уже летит незаметно. Наверное, я просто понял, что выбирать особо не из чего, а в таком случае и нечего жаловаться на то, что есть. Благо, ей что есть. Славя, пойдешь сегодня на танцы? Не знаю. Хотя я уже договорился с Алисой. Ульяна, пойдет, пойдет, куда он денется? Радостно вставила Ульяна. Семен, ты-то точно пойдешь. Конечно, и не упущу случая посмотреть, как ты просто волосишься. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Спросил я Лену. Да, ответила она коротко. Видишь, значит, и тебе стоит пойти тоже. Славя словно не оставила мне выбора. Не забудь фраг надеть, сказала Ульяна. Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко рассмеялась. Но ведь мне действительно нечего надеть. Весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которая даже вечером вряд ли покажется уместной. Ты в чем пойдешь, массовик-засейник? Секрет. Платьица, как на детском утреннике, небось. Ульяна покраснела от злости, похоже, я смог ее задеть. Нет, костюм химзащиты, специально, чтобы от тебя не заразиться. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит, не ссорьтесь. С слабоумием, конечно же. Похоже, Ульянка была очень довольна своим, на ее взгляд, искрометным ответом. Знаешь, если ты уже болеешь гриппом, то простудиться не получится. В эту игру могут играть и двое. Это ты на что намекаешь? Да так, ни на что. Я хитро отвел взгляд. То есть ты хочешь сказать? Она опять покраснела. Не, ничего не хочу сказать. Ребята, если в разговор мешалась даже Лена, то значит дело правда начало принимать плохой оборот. Ты допросишься? Чего? Что ты поумнеешь наконец? Вместо ответа Ульянка взяла свою тарелку, оборщая прокинула мне на голову. Вот сука! Я говорю, мне она не нравится вообще. Вот как так можно? Как такое можно быть? Вот просто ей вот не люблю таких девок. Просто не люблю. Хотя она меня напоминает в детском саду, конечно. Но не важно. Тем не менее, я не люблю таких девок. Просто ненавижу. Подальше от меня. Эншпиль закончился неожиданным финалом. В смысле Эншпиль закончился. Насколько я помню, Эншпиль это конец игры. И конец игры закончился. Окей, может быть, я что-то плохо помню. Ах, ты маленькая! Она вскочила из-за стола и попыталась убежать. Но в этот раз у нее ничего не вышло. Я схватила ее за руку. Ну а дальше что? Не головой же ее об стол. Внимая сцена продолжалась несколько секунд. Вдруг Ульяна ловко схватила компот и плеснула им в лицо. От неожиданности я опустила ее руку. Она побежала куда-то в сторону бифета, а я за ней. Результатами нашей гонки стало несколько опрокинутых столов, горы разбитой посуды, пять в разной степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать ничья. Боевая ничья. Слишком друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Действительно такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольна собой? Ее голос звучал спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто это все должен убирать теперь? Так и произошло. Кто? Я спрашиваю кто? Он. Совершенно невозмутимо ответила Ульянка. Она. Менее уверенно возразил я. Оба. Поставила жирную точку в неуспевшем начаться споре вожатая. Вообще я не был уверен, что моя доля вины случившееся больше. Однако Ульянка кажется вовсе не считала себя виноватой. Вот еще. Не буду я ничего убирать. Это он все. Он начал. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен, иди возьми швабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты... Она посмотрела на Ульяну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты... Немедленно начинай собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила. От тебя одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила. Я решил не дослушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом со входом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. А почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала, но я там ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер это не про меня, но по сравнению с Ульянкой в любом случае все спишут на нее. Тем более заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там пронеслось у меня в голове. Блин. Ну, мы забежим опять вляпаемся в какую-то девушку, скорее всего, поэтому давайте поможем убрать. Окей, окей, это честно. Нашалили надо убрать. Меня, когда всегда наказывали, я убирала за собой все, что я натворила. Нет, сбежать не самая хорошая идея. Во-первых, меня уже поймала Ольга Дмитриевна, разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось. Мы еще с ней живем в одном доме, поэтому как-то устраивать разбор полетов и потом с ней вместе все равно мы окажемся в одном домике это ужас. Во-вторых, как-никак я тоже был виноват. Конечно, все затеяла Ульянка, но если бы я не реагировал по грому, можно было бы избежать. Наверное. Открыв шкаф, я заметил метлу, швабру и совок. Ольги Дмитриевны у нее уже не было рядом с Ульяной. Она ушла. Как видишь, Ульянка выглядела расстроенной, весь ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди, сначала пойду отмоюсь. Я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу. Смыв себя остатки обеда, я вернулся в столовую. Ну, ничего не поделаешь, придется убираться. И это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня невольно мурашки побежали по всему телу. Конечно, я во всем виноват. Я же у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уж. Странно, что она не отлынивает от уборки. Ульянка могла спокойно оставить мне одного и убежать, но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала столы и стулья. Боже мой, столы и стулья. А столы зачем поднимать? Двигать? Даже поднимать? Прикольно. Мощная. Она делалась так быстро, что я еле успевал за ней. Что-то ты чересчур стараешься. Чтобы побыстрее закончить, дурень. Голос я звучал все так же недовольно. Слушай, но ты же понимаешь, что нельзя себя так вести. По крайней мере, доводить до подобного. Я решил попробовать провести с ней в ничто вроде воспитательной беседы. А ничего я такого и не делала. Это же ты меня ребенком обозвал. Ульянка взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Окинув взглядом гору битой посуды, я понял, что дел мы действительно натворили. Хорошо, хотя бы ложки и вилки металлические, если что, будет, чем есть. Но вот только из чего. Слушай, крикнула мне Ульяна. Я подошел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? ее лицо стало настолько серьезным, что я готова поверить, что это не просто очередной розыгрыш. Блин, мне почему-то кажется, что я там пропустила фразу. Можно? Да, нет, все-таки я все нормально. Кстати, удобная какая перемотка? Так, почему ты так решила? Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не, не люблю. Просто надо ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полное любопытство глаза. Ну, зачем, скажем, была обливать меня компотом? Так ты же сам напросился. Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну, и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой, эхидно ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка и я молча продолжил убираться. Нам понадобилось несколько часов, чтобы навести в столовый марафет. И вот наконец вся битая посуда была собрана. Столы и стулья расставлены, пол вымыт. Мы с Ульянкой сидели рядом за буфетом и отдыхали. Вот видишь, сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки. А я совсем и не устала. Под струящийся по ее лицу совершенно говорил об обратном. Что же, рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. Нет, еще не все. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумываешь очередную глупость? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник. Мне на сегодня одного наказания уже хватит. А давай так. Если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду над тобой прикалываться. Вариант конечно выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяны. Хотя ради интереса можно спросить. И в чем же состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Чего-то такого от нее и стоило ожидать. Конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Тогда я сама. И тебя я не... Я не успела закончить фразу, Альянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета, дошла к шкафу, открыла его и начала рыться там. Да подожди ты, мало ли тебе что-ли проблем с Ольгой Дмитриевной? Она не отвечала. За такое тебя не просто убираться заставят. Ульянка закрыла шкаф. В ее рукав я увидел большой пакет с конфетами. А ну положи на место. Она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь. Это нельзя было просто так оставлять. Я метнулся за ней. У девочки была приличная фора, но я вложил в погоню все силы. Второй раз я ей не проиграю. Мы пробежали по площади, свернули к зданию музыкального кружка и выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Ульянку, как она вдруг остановилась. У меня же так резко затормозить не получилось, и я сбила ее с ног. Мы повалились на траву. Догнал! О май гад. Нет, 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 никакой Ульянки. Никакой Ульянки в мою смену. Нет, 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 романсить Ульянку нет. Победно закричала я и ничего не догнал. Смущенно ответила она. Ульянка рядом с моим. Я чувствовал прерывистое дыхание и жар тела. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Все это меня сильно смутило. Насиловать будешь? Немного придя в себя, сказала она. А ты хочешь? Все-таки в данной ситуации это было больше детской игрой. А то! Она хитро лобнулась и тихо хрюкнула. Или мне просто показалось. А вот я что-то не очень. Ну, ладно. Ульянка больно укусила меня за нос. Блин, ну за такое надо было и... Меня потом, меня все осудят. Ну, блин, ну она такая наглая. Она сама себя вела так провокационно. И за такое можно и... выполнить ее желание. Вот. От неожиданности я немного привстал. Этих мгновений как раз хватило ей, чтобы вырваться и отбежать на несколько метров. Смотри! Потом пожалеешь! Она громко засмеялась и скрылась в лесу. Пакет с конфетами уже осталось лежать на земле рядом со мной. Интересно, она специально их бросила? Время близилось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно остаться незамеченным. Да почему? Можно просто типа заметил вора, не будешь выдавать его и отдать конфеты напрямую. Почему нет? Можно даже на себя вину взять, в принципе, что типа увидел конфеты, лежали, взял, а потом вернулся совестный такой. Чтобы ее не подставлять. Ну, как бы всякое можно придумать. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульяна, но кто мне поверит? На входе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. Молодец, Семен! Это вы про что? Пакет с конфетами я прятала за спиной. Он был прозрачным до таких размеров, что и в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно. А, да. А Ульяна где? Я бы и сам хотел знать. Она скоро придет. Хорошо. Ну, иди ужинать тогда. Уже ужин! Камон! Камон, уже ужин! Боже! Что здесь за перемотка времени такая дикая? Я зашел в столовую. Там, что неудивительно, было полно народу. Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили, я и представить не мог. Конечно, можно вечером, но сейчас-то мне его куда девать? Семен! Я обернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Она посмотрела на пакет, который я не успела спрятать за спину. Раскрыт, разоблачен, опозорен и раздавлен. Это конфеты. А откуда? Украл, откуда? Ульяна отдала. Понятно. Значит, она опять за свое. Опять? Она уже не первый раз ворует конфеты. И почему я не удивлен? Давай я их отнесу. Спасибо. Славя в очередной раз спасла меня. Она взяла пакет и направилась к буфету. У меня не было никакого желания слушать, что она будет говорить, отдавая конфеты, так что я стал быстро бегать глазами и по столовой в поисках места. Похоже, мне предстояло ужинать с электроником и шуриком. А-а-а, не хочу. Сесть все равно было больше негде. Приветствую, господа. Когда я общался с ними, у меня то и дело возникало желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное и смешное. Может быть, в моем положении вести себя так несколько рискованно, но братья электроники служили для меня источником позитива. «Как ваши дела?» «Неплохо. А твои?» «С переменным успехом. Что-то случилось?» «Да, много всего случилось. Расскажешь?» «Как-нибудь в другой раз?» «Как хочешь». Он развел руками. «Блин, они так по очереди еще говорят, электроник, шурик, электроник, шурик». «После ужина танцы» электроник кихихикнул. «Я в курсе». «Кого хотел бы пригласить?» «Не думал еще об этом». «А ты?» «Я...» «Ну...» «Я...» «Кажется, он не ожидал такого вопроса». «Ульянку!» «Она обрадуется?» «Ну уж нет». Электроник неистово замахал руками. «А ты, шурик, пригласи Алису». «Я, пожалуй, воздержусь». Он выглядел спокойнее своего товарища. «Да ладно вам, ребята, весело будет». «И вообще, у нас еще дела. Нам нужно робота доделывать». «Отличная идея. Пригласите робота. Он у вас умеет танцевать?» «Он еще даже не ходит». Шурик, кажется, не понял прикола. «А что? Будет прекрасная демонстрация наших достижений перед лагерем». «А и что мы покажем?» «Тут ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Ужин закончился, и пионеры начали расходиться. «А вы как на бал оденетесь?» спросил я Шурик и Электроника. «А нам особо нечего. Так и пойдем». Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. «Что же я тогда беспокоюсь?» «В зимней одежде все равно идти не вариант, так что пойду как есть». «А во сколько начало?» «После девяти». «Ясно». Я вышла из столовой и полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух. Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходилось бывать еще в школе. Неуверенность, стеснение и даже страх. «Ах, я не умел танцевать, не знал, как правильно реагировать, если пригласят меня, а сам кого-то приглашать не осмеливался. В общем, чувствовал себя там крайне неуютно. Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье. Нет, это не зависть. Скорее, удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного. Могу понять. Ну, я, кстати, когда была в лагерях, я на дискотеке ходила спокойно, а потом у меня вот как переклили на что-то в средней школе и вообще нет. До свидания. Я приклинул, что до конца дискотеки еще порядком времени и решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожата, я моментально полюхнулся на кровать и закрыл глаза. О, мы сейчас все проспим. Нет. Как ни странно, я проснулся вовремя даже без будильника. На часах было ровно девять вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовала я себя помятым. Наверное, все же не стоило спать днем к Алисе вместо дискотеки. А значит, уже пора. Но я же согласился помочь Лене, а Лена сказала, что пойдет на дискотеку. Лена нам в столовой и сказала, что пойдет на дискотеку. Значит, она в любом случае продинамила бы помощь Виоле. И что прикажете теперь делать? ну, к Алисе или на дискотеку? Исходя из того, что Лена упадет на дискотеку, я пойду к Алисе. Наверное. Просто потому, что она будет играть музыку. Почему бы нет? Почему бы не послушать музыку, чем побыть на этой дискотеке тупой? В общем, да, давайте туда. Через пару минут я подходила к сцене. Может быть, зря согласился. Ведь общение с Дваческой уже само по себе несет опасность. А с другой стороны, на дискотеку идти совсем не хотелось. Что я могу там продемонстрировать? Опозорюсь, и все. Нет, лучше уж послушаю, как Алиса играет на гитаре. Подойдя ближе, я увидела, что кто-то сидит на краю сцены, свесив ноги вниз. Значит, все-таки пришел. Алиса отложила гитару в сторону и спрыгнула на землю. На ее лице даже на долю секунды промелькнула радость. Впрочем, оно и понятно, играть для кого-то интереснее, чем репетировать в одиночестве. Как видишь, и что будем делать? Как это что? Вот я тебя и спрашиваю. Ну, ты же хотела... Внезапно появилась мысль, что все это лишь очередной ее розыгрыш и не стоит ждать никаких песен под гитару. Я иду спать. Счастливо. Я развернулся и нарочито медленно помахала ей рукой. Эй! Алиса крепко схватила меня с рукав. Что? Не хочешь послушать? Что слушать? Ты же сама не знаешь, что делать собираешься. Все, я знаю! Она взяла гитару и несколько раз ударила медиатором по струнам. Иди, садись рядом! Я не стала возражать и через секунду я уже сидела рядом с Алисой. Пусть лучше так. Пропасти дискотеку, уйти сейчас и что мне останется в итоге? Да и роль непричастного постороннего скорее подходила для наблюдателя, а не для летива искателя ответов, коим мне так хотелось себя считать. Итак, сейчас я покажу тебе, как играется песня. Вот так вот сразу? Что сразу? Ну, я давно гитару в руках не держал. Наверное, ей лучше не знать, что и когда держал. Умения мои были куром на смех. Да тут ничего сложного. Я внимательно посмотрела на Алису. Сейчас мне почему-то отчетливо казалось, что она просто не умеет выражать эмоции. На секунду забудет про свой этот странный самоконтроль и вот передо мной нормальная, даже местами веселая и приветливая девочка. А как только вновь включает самоуверенность нахаживаться здравствует хабалка, как любила говорить мама о таких девушках. И где же она настоящая? Эй! Что? Не спи давай. А, да, извини. Ну так что, смотришь? Смотрю. А что за песня? Которую я утром играла, конечно же. А, хорошо, внимательно слушаю. Алиса собралась духом и начала играть. Вот так. Все, понял? Ну, понятие может и понял, но вот повторить вряд ли смогу. Как сказать? Ничего, результат приходит с практикой. Тут она несомненно права. Только вот с практикой у меня всю жизнь были проблемы. Ладно уж. Я взяла у Алисы гитару и попытался зажать первый аккорд. А-а-а! Больно будет тебе, парень. Очень больно, если ты не играл. Я когда беру свою гитару, у меня через десять секунд такие пальцы говорят мне привет. Получилось с трудом. Пальцы словно завязывались узлом и отчаянно не хотели принимать нужное положение. Когда-то у меня получалось лучше, но сейчас я не смог бы сыграть наверное и кузнечика. Ну? Сейчас, подожди. Да уж, рок-герой из тебя точно не выйдет. Она беззлобно засмеялась. Может и к лучшему. Прошипел я себе под нос, тщетно пытаясь запомнить последовательный струн, который нужно было зажимать. Ладно. Гитара начала издавать дьявольские звуки, больше напоминающие стоны раненого динозавра. Пальцы левой руки все время промахивались мимо нужных ладов, а правая била совершенно не в ритм. Ну, будем считать, что я сыграл нечто прогрессивное. Прогрессивное? Ну-ну, дайся, да. Она отобрала у меня гитару и в ее руках музыкальный инструмент зазвучал совсем по-иному. Мне на секунду стало стыдно за свою криворукость. Может быть, мастерство Алисы и не дотягивало до настоящих виртуозов, но тем не менее простые вещи вроде этой она играла уверенно. Наверняка я практиковалась немало. Понял? Закончив, она вновь протянула мне гитару. Ну... Во второй раз получилось получше, однако все равно до уровня Алисы мне было далеко. Как и до любого более-менее пристойного уровня. Сейчас на ее фоне не знаю, именно на ее или вообще я ощущала себя полным ничтожеством. Ведь всего-то сыграть песню в три аккорда Хотя, конечно, мелодия слишком простая Я отложил гитару в сторону Алиса на секунду задумалась Ее бы и первоклассник сыграл Спасибо, и я старался Оно и видно Похоже, она пыталась как можно более явно доказать свое превосходство Хотя бы в умении играть на гитаре Не всем быть музыкантом, знаешь ли Ну почему же? Алиса подняла глаза к небу Хотя, тебе это точно не суждено Это почему еще? Ты бы себя со стороны послушал Я уже начал жалеть, что вообще пришел сюда Ну, блин, он только взял гитару в руки Это немножко жестоко так шутить Конечно, не, ну По ее выражениям лица и в целом по фразам То есть видно, что она не агрессивно это говорит и именно шутит Но Ну, блин, ну что еще ждать от человека Который просто, считай, почти впервые берет в руки гитару Хотя, с другой стороны, он говорит, что раньше чуть-чуть играл Поэтому для него это не совсем новинку Но, тем не менее, он давно не играл Поэтому не надо ничего такого требовать сверхъестественного человека Ну, ладно я Зачем это Алисе? Ведь и так понятно, что гитарист из меня никудышный Естественно Но если попрактиковаться Будешь практиковаться, значит? Не знаю Может, и буду Хотя сейчас мне точно не до гитары Незнакомый мир, невозможность выбраться отсюда Все это куда важнее, чем глупые споры с Алисой Внезапно я почувствовала обидную жалость к себе и апатию И появилось желание поскорее уйти отсюда, забыть сегодняшний вечер Эти чувства оставили противное ощущение и острую необходимость сделать Или на худой конец сказать глупость Как будто от этого что-то изменится От чего? От того, что я научусь играть на гитаре Да ты и не научишься Так, выбринчишь, пару дней и бросишь Слова Алисы ранен для меня в самое сердце Ну, знаешь что? А ведь что она должна знать? Какое ей в сущности до меня дело? Винд, странно, диалог идет, очень несвязанно Знаешь что? Обычно просто говорят Типа, ух, я сейчас тебе задам за такие слова А при чем здесь знать? Вот это вот И я так реагирую, потому что это правда Или потому что эту правду слова обличила именно Алиса Человек не может всего уметь Наверняка не может Но хоть что-то уметь должен То есть ты хочешь сказать, что я ничего не умею? Ну, откуда же я знаю? Да я... Я что? Рассказать ей про навыки работы с компьютером? Про прочитанные книги или просмотренные фильмы? Ладно, бессмысленный разговор Само собой Тебе бы только веселиться А тебе бы только унывать Ой, ладно Я спрыгнул со сценой Уверенными шагами направился прочь с концертной площадки Ну иди, иди! Послышался мне вслед крик Алисы Ну и иду, иду! Прошипел я себе под нос Дорога вывела меня на площадь Посреди которой стояла Славя Весело размахивала метлой Ой, Семен, привет! И это я думала, что все уже спят Нет А что ты делаешь? Убираюсь вот после дискотеки А ты почему не пришел? Да просто... А где был? Я... У меня не было ни малейшего желания рассказывать Славе, что в тот момент, как весь лагерь развлекался на площади, я позорился на сцене с гитарой в компании с Алисой Гулял Понятно, но все же тебе стоило прийти, было весело Рад за вас За сегодняшний день я изрядно вспотела, то ли от волнения, то ли виной, тому была душная ночь Слушай, а ты не знаешь, где здесь можно помыться? Да, конечно Сейчас идешь прямо, а потом чуть налево По дорожке направо увидишь там баню Может тебя проводить? Нет, нет, не надо, я сам найду Совершенно не хотел в лишний раз ее напрягать Я шел по лесной тропинке, примерно в том направлении, что он указал Славе Все тело нестерпимо чесалось Интересно, и как я не замечала этого раньше? Да блин, вот действительно, он умывался там и так далее Он пропотел в зимней одежде В такое лето пришел Он до сих пор, он только почувствовал, что ему как бы надо помыться Как это не гигиенично И даже более интересно, что еще я не замечал Если так дальше пойдет, то придется остаться в этом мире насовсем Меня слегка передернуло от этой мысли А скорее даже от того, что она не вызвала у меня ужаса Или даже простого страха Как будто это естественное развитие событий Из-за деревьев показалось здание бани Почему пионеры моются именно здесь? Хотя, кажется, Ольга Дмитриевна что-то говорила про ремонт душевых Ладно, что уж теперь Я быстренько вымылся, благо в бане нашлось и мыло, и чистое полотенце Вышел на улицу и полной груди вздохнул Заметно посвежевший ночной воздух Как же все-таки состояние чистоты физически способствует очищению духовному? Все проблемы, если не исчезли, то, по крайней мере, стали менее важными Словно грязь тела водой с души смыла тревогу Внезапно на меня напала сильная зевота И я, вытирая навернувшиеся на глаза слезы, медленно побрел по направлению к домику вожатой Но не успела я сделать и пары шагов, как из кустов буквально в метре от меня выскочила Алиса Оу Что это она тут делает? А ты, ты что здесь делаешь? Мылся Несколько приведя в себя, она продолжила Ну и? Что? Не знаю, что Зачем ты так говоришь, если не знаешь? Вся моя умиротворенность в миг куда-то исчезла Осталось лишь раздражение до усталости Ладно, если ты не против Подожди Что еще? И если там на сцене ты подумал, что, ну, я не хотела тебя как-то обидеть или что-то такое Блин, Алиса извиняется Оу, какая милота Все нормально Я не обиделся Просто я не умею играть на гитаре и все В этом нет ничего страшного Многие люди не умеют Я чувствовала, что в моем голосе слишком явно звучат нотки недовольства Но остановиться никак не мог Наоборот, хотелось бы высказать ей все прямо здесь и сейчас Не умеешь, это точно Алиса явно сдерживалась, чтобы не засмеяться Ой, ладно Надоело В этот раз она смогла меня по-настоящему достать Еще немного, я бы сорвался на крик Или даже что похуже Подожди Отстань уже, а? Алиса шла за мной, но в этот раз не пыталась остановить Но ведь я правда ничего такого не хотела Словно какая-то неведомая сила заставила меня развернуться к ней Хорошо А теперь я могу уйти? Да, конечно На секунду мне показалось, что в свете луны Алиса с виноватым выражением на лице Выглядела очень красиво Действительно Если бы ей заклеить рот Мне кажется, если бы половину девчонок заклеить рот Будет вообще прекрасно Чего улыбишься? Хотя Да нет, просто подумал, что если бы ты была повежливее То что? Такие фразы обычно не принято заканчивать Каждое состояние додумать в меру своих интеллектуальных способностей То ничего Нет уж, раз начал, то договаривай Да нечего тут договаривать, к тому же я устал Спать пойду Я, кстати, не люблю, когда такие фразы не договаривают Тоже, потому что Ну ты как бы сказал И конкретно, что имеет в виду человек Может быть очень разным То есть ты можешь себе надумать Вплоть от того, что тебя человек Ну как-то презирает И не хочет Тебе вот что-то говорить Такое неприятное До того, что в принципе у тебя человек влюблен И в итоге у тебя создается ложное ощущение Того, что ты человеку нравишься Поэтому лучше договаривайте все-таки подобные фразы Так как по мне это будет совсем не лишним Ну-ка стой Не вынуждая меня бегать от тебя Все равно не убежишь Возможно и так Ведь я с сегодняшний день не слишком устал А уж после бани никакого желания бегать не возникало и подавно Ну так что? Что? Если бы я была повежливее То что? Попробуй сама и узнаешь Да с какой стати ряде такого дурака, как ты? Ну не пробуй тогда Не знаю А я-то тут при чем? Я глубоко вздохнул и медленно поплесся в сторону площади А ты бы тогда Что? Бросил я ей не оборачиваясь Ну если бы я ей это То ты бы Не понимаю о чем речь Но давай думать, что я бы Если тебе так будет легче Придурок! Крикнула Алиса и быстро зашагала к бане Площадь сверкала чистотой немецких дорог Которые по преданиям тех лет мыли шампунем Блин, мне все время кажется, что мы возвращаемся на эту площадь И нас просто встречают с фейспалмом Просто Типа Что сейчас было? Ну и Славя А я только спорил с Алисой и все И зачем вообще спрашивается? Как будто была в этом какая-то необходимость Да и ее поведение В другой ситуации я бы мог практически с уверенностью сказать, что нравлюсь ей А за подобным хамством Алиса просто скрывает это Хотя сейчас совершенно не до этого Не до отношений, не до любви, не до чего Может она и не человек вовсе Ну а если бы была человеком И все бы происходило в реальном мире Я решительно отогнал от себя эти мысли И направился к домику вожатой Устала, взяла свое А кстати, что в итоге с Женей? Вот просто проигнорировали то, что мы Женю получается продинамили Только Лену и Алису вспомнили Очень странно Возле дверей меня словно остановило невидимое препятствие Ольга Дмитриевна точно сейчас поинтересуется, где я был и почему пропустил дискотеку Даже скорее устроит допрос с пристрастием Впрочем, учитывая отсутствие на танцах еще и Алисы Нетрудно было догадаться, что прогуливали мы вместе С другой стороны, стоит ли вообще рассказывать, что вместо дискотеки Алиса упражнялась в гитарной игре А я в саморефлексиях В принципе, ничего такого И если уж я и прогулял, то не столь важно по каким причинам Так что... Но в то же время мне казалось, что лучше промолчать Ладно, решу по обстоятельствам Я глубоко вздохнул и потянул ручку двери Внутри меня уже ждала Ольга Дмитриевна, одетая в платье Хм... Ей идет Ей идет это платье А такую музыку специально включили? На фон Итак, Семен, а где же ты был? Я... Скажу честно По правде говоря, я с Алисой был на сцене И что же вы там делали? Играли на гитаре Ладно, не столь важно, где ты был Главное, почему не пришел на дискотеку Но знаете, честно говоря, я не люблю танцевать Ну и что? Это же общелагерное мероприятие А значит, на нем должны присутствовать все пионеры Она внимательно посмотрела на меня В крайнем случае, посидел бы в сторонке Блин, конечно, классные такие пионеры С такими платьями Что у нее тут аж, ну, по бокам грудь видна То есть, и когда она приблизилась там Ну, неплохо так, неплохо То есть, ну, камон Как? Извините Я вздохнула Ладно Смягчилась вожатая А теперь быстро спать Кажется, все обошлось Я долго ворочался, и сон никак не шел В голове крутились мысли о музыке Гитаре и Алисе Интересно, смог бы я стать Профессиональным музыкантом И так уж ли мне хочется им стать Хотя с чего вдруг хочется Конечно, весело бы было Но не более того Или, может, все дело в Алисе? Она ведь правда, как энергетический вампир Все соки высосет подчистую Вскоре глаза начали закрываться И через некоторое время Я провалился в сон У нас закончился еще один день Получается? Да? Третий день у нас закончился У нас... Опа! О май гад! О май гад! Что-то происходит, ребят Что-то происходит И какой-то адский звон у героя в голове Окей, это будильник, судя по всему Хорошо Хорошо Все не так страшно Но тем не менее Тем не менее Что бы тут ни было Мы продолжим уже, пожалуй, в следующий раз Потому что Потому что так надо И сейчас мы выходим В главное меню И в целом Очень много, конечно, спорных моментов Есть Которые, ну Мне, во-первых, все еще не дают Принимать решения какие-то Хоть какие-то, пожалуйста Кроме того, куда именно пойти Мне не хватает этого Я хочу больше возможностей Управлять Семеном Ну, ладно Окей Ну, ладно Придется смириться, видимо С тем, что в этой игре Мало каких-то Возможностей для того Чтобы Развить историю Своего персонажа Хотя С другой стороны Концовок Здесь далеко не одна Что ж Посмотрим, что будет дальше У нас еще впереди Смена И увидимся с вами В следующем выпуске Подписывайтесь Ставьте лайки Оставляйте ваши комментарии Обязательно комментарии Потому что Интересно обсудить Все, что здесь происходит Но Все-таки Уважайте других И давайте без спойлеров Особых О том, что будет дальше Всем Пока-пока И до встречи